Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем обзор обновления 3.5 игры My Little Pony от компании GameLoft. Встречает нас баннер с Торексом и с вагончиком Трекси и с 10 флагами фестиваля заката. Это, конечно, все очень здорово, что его все-таки можно как-то добавить к себе в коллекцию, но давайте я расскажу, что же у нас было после того, как мы встретили Дискорда в этой новой локации Королевства Перевердышей. Ну, во-первых, мы его встречали 4 часа всеми тремя персонажами, которые у нас на тот момент были. После того, как мы его встретили, мы, конечно, с ним поговорили, он сначала не хотел нам помогать, но потом он узнал, что похитили и Флоттерша тоже, и тут он, конечно, не смог сдержаться и решил нам помочь, тут, короче, пойти и всем напинать. Также мы, конечно, уже узнали, что в этой локации нет магии, как это было в сериале, и Торекс предложил умопомрачительный вариант отремонтировать мост, чтобы перебраться, собственно, в королевство. Сейчас мы так в предбаннике, что называется, и чтобы отремонтировать сломанный мост, нам, конечно же, надо было собрать дерево и лозу. Сначала мы собирали дерево, это мы делали по 6 часов, 4 бревна, соответственно, могли собирать все 4 персонажа тоже параллельно, то есть всего 6 часов можно было на это потратить. Я не пропускала за камни, потому что, я думаю, они нам еще пригодятся. И после того, как мы собрали бревна, соответственно, Торекс сказал, давайте соберем еще и веревки, ну, ляны, чтобы их связать. И мы вот сейчас собирали 4 веревки тоже, опять-таки, каждый персонаж по веревке, и их мы уже собирали аж 8 часов. Я это, конечно же, поставила все дело на ночь. И вот сейчас мы соберем, собственно, деревья мы собирали вот, вот, вы помните, здесь были такие классные деревья? Ну, вот, короче, они кончились, потому что мы их всех собрали. И вот тут тоже была классная локация, такая нарисованная лозы. Да, и сейчас тут тоже будут одни обрубочки. Раз лоза, два лоза, три лоза. И да, теперь вы это слышите со звуком. У меня что-то звук отрубилось, пока записываю. Так, это было три лоза и четыре. Ей, все, мы выполнили четыре. А, еще не собрали. Вот, сейчас соберем. Четыре лозы. На это грустно смотреть. Вы что, придумали новые упражнения? Сбор предметов? Ха-ха. Как ты думаешь, кто понижает командный дух? Внимание, правильный ответ на этот вопрос. Это ты, ты, слабое звено. Так, отлично, собрали мы веревки. Ей, мы починили мост. Прости, микрофон. Я его ударила в порыве. Очень даже ничего, как для вязанки из деревяшек и веревок. Быть такого не может. Не верю своим глазам. Ребята, прячьтесь. А, а, что? Уйди. Откуда ты тут? Ой, только не он. Надеюсь, это не Тирек. Он и так уже доставил нам много неудобств. Да, пару лет назад. Ребята, вам не кажется, что это уже слишком своевременно? А, вам не кажется, это уже слишком своевременно? Да уж, откуда он взялся? Он же в Тартаре сидит. Ладно, Дрикси, ты ведь умеешь изготавливать дымовые бомбы, да? Хочешь немного симпровизировать. Но чем больше ты сделаешь, тем лучше. Симпровизировать. Наверное, тут имелась какая-то... В англоязычном варианте какой-то аналог на дым была. Создать дымовые бомбы. Вперед. Ну, короче, ненадолго мы продвинулись, я чувствую. Но мы смотрели, как открывался мостик. Создать дымовые бомбы. Четыре штуки опять тоже. Два часа. Отлично. Вперед. Тоже все четыре могут делать, я надеюсь. Помочь Трикси с созданием дымовых бомб. Еще раз помочь Трикси с созданием дымовых бомб. Так, я все пока еще в новом интерфейсе теряюсь. Так. И еще раз. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Вот. И смотрите, они классно создают дымовые бомбы в полевых условиях на какой-то непонятной штуке. Забава. Как вы только что видели, я пропустила создание одной дымовой бомбы за свой пропуск за VIP уровень. Сейчас мы ее соберем. Так, прикольно. И остальные у нас пропуски будут за четыре камня. Давайте я это сделаю так и быть. Двенадцать камней. Зато мы не будем мучиться два часа. Так. Два. Три. Все ради вас, подписчики. Только чтобы ради того, чтобы подальше записать запись. Чтобы посмотреть, чем это все заканчивается хотя бы. Чуть-чуть подальше. Так. Выкурить всех, создать дымовые бомбы. О, да. Это точно Тирек. Может нам просто сдаться. Это ведь проще. Награда два камня. Спасибо. То есть мне десять камней стоило это все. Так. Наш лагерь убрался. Да, да. Как же это прекрасно. Хотя нет. Этот процесс так же бесполезен, как кое-кто. Намекает он чуть-чуть на Трикси. Ты когда-то остановишься. Я не могу спокойно поразмыслить, пока ты постоянно вот так вот меня мотивируешь. В кавычках. Так ты что, не знаешь, что здесь нельзя произносить слово на букву М? Разве с твоей деревушки не изгоняли за подлость? Перевод, конечно, жгет. Ловкий Дискорда. Дискорд. Возможно, ты не обладаешь такой силой, как раньше, но ты все еще дух хаоса. Постарайся что-нибудь придумать. Поработать над трюками. Четыре часа. Ой, четыре штуки. Все, что четыре часа. Но если это на четыре... Восемь, да, восемь часов. Нет, это я уже пропускать точно не буду. Очевидно. Дальше. До завтра. Ну и, конечно, сейчас еще расскажу по поводу обновлений. Ладно, все. Ну, за шестнадцать камней одного пропускать я уже не буду, извините. Тут уже все-таки не двенадцать камней. Ставим их всех дальше. Так, не-не-не, стой, 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 стой. Так, ты. Так, и Торекс. Где он Торекс? Все, короче. Они, кстати, четыре часа вроде. Критиковать трюки Дискорда. Тоже критиковать четыре часа. Тоже критиковать четыре часа. Отрепетировать трюки. Ну, очевидно, все. То есть он будет засчитываться как за трюки. Поработать над трюками. Только почему-то у него восемь часов, а у них по четыре. Но, тем не менее... Ух ты, смотрите. Какая классная нанимация. Давайте еще подождем. Покажи нам еще раз свой принцесса Дискорд. Ой, смотрите, смотрите, Дискорд бабочка. Принцесса лучше Дискорд. Точнее, лучшая принцесса Дискорд. Очень миленькая. Ладно, на этом мы их оставляем думать дальше. Тут вот внезапно Тирек стоит. Пригодилась все-таки моделька. Мы немножко вперед продвинулись. Вот. Ну, в общем, это мы уже посмотрим, да, в следующем ролике. Потому что за так много камней я, конечно, пропускать не буду. Ух ты, нет, наша лаборатория осталась. Прикольно. Давайте поговорим о других вещах из этого обновления. Так, ну, во-первых, пока я не забыла, код новый на камне. 20 камней. Код Кингдом. Королевство. Я сейчас вставлю просто скриншот, чтобы вы увидели. Этот код был на загрузочном экране. Внизу на асфальте, на полу каменном. Там буковки эти вот есть. И это код новый на 20 камушков. Я не знаю, до какого срока он работает, потому что это вычислило фан-сообщество, а неофициальная публикация была. Поэтому сроки, к сожалению, неизвестны. Но это, естественно, только для нового обновления, которое вроде уже вышло и для Android, и для iOS. Вот. И можете его вводить сейчас. До какого срока оно будет, я не знаю. Так, давайте заберем наш самокат. И сейчас я расскажу о еще некоторых вещах, которые прояснились за сутки с момента старта обновления. Так, забрать. Ура! Самокат. Еще 10 самокатов. Так, начнем с того, что многие... Так, я все еще путаюсь с новым интерфейсом. Многие, кстати, по поводу кода, многие не сразу находят место, куда его вводить, в том числе я. Его вводить надо вот сюда, где ваш уровень написан. Это ваш профиль. И тут теперь вот есть код подарка. Вот он. Где был, там и есть. Только теперь сложнее до него добраться. Я тоже не сразу нашла, честно. Не переживайте, если вы тоже такие. И также здесь у нас есть наша карточка. Сколько собрано пони, сколько коллекций, сколько костюмов. Раньше вот этих двух статистик у нас нигде, по-моему, не было. Коллекции костюмов. Ну, чтобы прям было видно, сколько собрали. Также есть наш код, уровень, собраны элементы гармонии. Ну, и переходы к рейтингам и хижни, сикоры, и шарикам. В общем, сделали это все более компактным, чтобы, очевидно, не разбрасывать на 100-500 экранов. И также вот вкладочка общения наши, друзьяшки, туда-сюда. Вот куча непринятых заявок у меня. Дальше. Я так понимаю, основной упор, кстати, с интерфейсом сделали на то, чтобы он удобно был на экранах 16 на 9. У меня 3 на 4, поэтому это, может быть, не так удобно. Но вообще при 16 на 9 у вас вот эти акции будут на один экранчик как раз влазить. Коллекции вот здесь будут влазить 6 штук на один экран. То есть, более компактно сделали и более удобно. Правда, говорят, с коллекциями очередные глюки показывают один приз на деле другой. В общем, как-то все сложно. Дальше. По поводу поняшек, которых давали при заходе в игру. Мне давали вот этого свадебного гостя. Кому-то давали староид. Кому-то даже принцессу Луну давали. Я так понимаю, что это все награды за пройденные вами квесты. То есть, допустим, у меня свадебный гость должен был даваться теперь где-то за свадебные квесты в контролете. То есть, за свадьбу Шайнинга и Кейденс там. Помните, у нас была какая-то подготовка. В общем, и одним из призов, я так понимаю, за эти квесты был вот этот пони. И теперь его просто выдали, потому что я эти квесты уже прошла. Аналогично, скорее всего, тем, кому выдали староид. Тоже ее должны были давать за какие-то квесты уже пройденные. Но у меня староид есть, поэтому я этого не видела. С Луняшей вопрос странный, потому что, по идее, ее должны давать в самом конце, после покупки Ратуши. Но вполне возможно, они переместили ее появление не после покупки Ратуши, а чуть раньше, после того, как мы зажигаем последний камень Гармонии, камень Магии. Вот, возможно, после него уже могут давать Луняшу. Если уже вы все камни зажгли, это мое теоретическое предположение, то вам сразу дают Луну вместо Nightmare Moon. Вот, а Сарина, Ратушу и так далее ставили квест уже после этого самого, ну, чисто завершить линейку. Потому что эти квесты, честно говоря, были, конечно же, своеобразным пейволом. То есть, вам надо было полгода копить на эту несчастную Ратушу, чтобы ее потом в конце купить и получить Луняшу, да. Теперь этого пейвола, я так понимаю, нет. Опять-таки, это мои предположения. Никакой официальной информации, конечно, Геймлофт по этому поводу не давал. Просто, что Луняшу перенесли чуть-чуть пораньше в квестовой линейке, в ее выдачу, да. Вот, потому что даже Ратушу сейчас можно пропустить ее покупку за сколько там, 45, что ли, камней. То есть, ну, я так понимаю, что для некоторых, вот, я столько трудов влила в то, чтобы получить Луну, а вот тут теперь на халяву фактически раздают. Нет, не на халяву, потому что не всем ее дали, им дали, ее дали многим на определенной стадии. И я так понимаю, что именно вот на камне гармонии, наверное, это завязано. Я так думаю. Если у вас есть какие-то свои теоретические предположения, можете написать в комментариях. Вот, то же самое со Старлой. То есть, ее дали тем, кто уже прошел какой-то определенный отрывок сюжета квестового, да. Ну, вот и свадебный гость аналогично. То есть, если вам его не дали, значит, вам надо просто выполнять дальше квесты в контрлоте. Вот, и все вроде. Вроде это самое логичное объяснение вот этих внезапных подарков. То есть, это не просто подарки ни за что, да. Это подарки за конкретный уже пройденный сюжет. Вот, просто выданные, так сказать, задним числом. Потому что мы уже это все прошли. Но, как обычно, тут что-то пошло не так с этими подарками за сюжет. И в магазине появились некоторые вещи за ноль камней. Вот тоже сейчас этот момент расскажу. Мне кажется, в эту теорию тут тоже вписывается. У меня в данном случае был отец Рерити Магнум за ноль камней. Я его уже забрала. Чисто посмотреть, что будет, он действительно забрался за ноль камней. И у меня еще остался незабранным магазин сумок. Вот я хотела на этом примере вам показать, поэтому еще не забрала. Он тоже ноль камней. Но если вы еще не прошли полностью квесты у линейков по Невиле, где-то там в начале, то здесь у вас будет книжечка и написан сюжет. То есть, это теперь тоже подарок за сюжет, за какие-то сюжетные квесты. Тем, кто их уже выполнил, это должно было прийти, я так понимаю, должно было прийти в виде подарка тоже, как вот Старлит, как свадебный гость. Но что-то пошло не так, и оно просто появилось в магазине за ноль камней. Вот, можете это забирать. Потому что я смотрела группу, там были ответы от техподдержки, где было черным по белому написано, что да, это ваши вещи, можете забирать баны, не бойтесь. Ну, честно, был скриншот в группе, не придумывая ответ от техподдержки. То есть, это реально вещи, которые должны были дать игрокам, теперь должны дать за прохождение квестовой линейки. Куда тебя поставить, господи, боже мой. Давайте вот сюда поставим. Тут у меня вроде как модный салон. Вот вам магазин сумок еще вот сюда. Вот, поэтому, да, по крайней мере, он уже вторые сутки висит, и как бы уходить не планирует, поэтому вот мы его строим. Все, строите. Вот, коллекцию нам еще раз решили показать. Ну, это все, пускай строится. В общем, да, за эти квесты вот магазин сумок, Магнум, также отец Пинки Паи, Игниус, я не помню, как его в российской версии перевели, и посох Старлайт Глимер в Контрлотте тоже у вас, может быть, в магазине не за ноль камней, хотя наверняка вы это все уже забрали. В отличие от меня, вы банов не боитесь, поэтому, скорее всего, давно все это забрали, и как бы, ну, вот я вас успокаиваю, что, скорее всего, ничего за это не будет, потому что техподяжка уже сама конкретно ответила, что это призы за сюжет, вот, и, да, можете забирать. Вот, все. Это мы, короче, этот момент разобрали. Дальше. Тропинки. Да, тоже вчера не акцентировала на этом внимание, но теперь у нас в режиме строительства есть вот этот вот пунктик с кисточкой, и это не просто покупка тропинок, это еще и перекраска тропинок, и убрать тропинки, и у нас теперь тропинки бесплатные, и, я так понимаю, чуть ли не бесконечные, ну, скорее всего, бесконечные, да, и у нас есть несколько видов тропинок, в том числе праздничная тропинка теперь у нас присутствует, то есть можете выбирать праздничную тропинку и делать очень удобно стало вот это вот, если вы занимались раньше дизайном своего городка, вы помните, что это было просто ужас делать тропинки, надо было все время подтаскивать эту тропинку, а не вот так вот просто тыкать в экран, да, мне ужасно бесило делать эти тропинки, сейчас это стало в 100-500 раз удобнее, и самое главное, можно перекрашивать уже существующую тропинку, то есть не переделывать дорогу, если у вас вот надо заменить обычную тропинку на праздничную, если вы захотите во всем панифиле поменять, да, а просто вот тык-тык-тык, и вот, вообще классно сделали, с тропинками мне очень нравится. Вот, дальше, по поводу багов текстур, у меня, помните, был баг, вот здесь вот белое место было, это был трон дискорда, но уже при втором заходе в игру баг прогрузился, то есть это был, я так понимаю, баги чисто от первичного захода, у меня какой-то еще мусор с праздника лежит, год мусора. Потому что вечеринка была год назад, он с тех пор лежит. То, что я смотрела опять-таки скриншоты в группе, там у разных людей разные вещи не прогружались, то есть обычно второго захода хватает, чтобы уже все нормализовывалось. Дальше, я еще не показала некоторых пони в магазине вчера, то, что немножко с ним не подразобралась, у нас акция, это акция, а есть еще новинки, вот этот знак восклицания, вот тут вот именно новинки последнего обновления, и я вам, кстати, не показала вот этого пони-охранника из Кристальной Империи, вот, ну и, соответственно, наши пони-музыканты тоже будут жить в Кристальной Империи. Дальше ферма Сладкое Яблоко, бабулю мы с вами видели, Olden Pony, Контерлот, как мне подсказали в комментариях, Синамон Чай, это пятый сезон из серии про детектива Рерити, который она вроде торт покупала, да, если правильно помню, ну, перевертыши наши, торакс в наборе сейчас есть, фургончик 3X тоже сейчас в наборе есть, я не знаю, возможно, торакса потом добавят еще за много камней, в магазина может не добавить, тут сложно сказать, вот, потому что пока непонятно, что мы дальше будем делать по сюжетам, вот, ну и в Кристальной так этом смотрели, по Нивилю, Кратус, вот это, собственно, новинки, вот теперь их можно смотреть вот здесь, конечно, к интерфейсу все еще привыкаю, ну, вроде уже полегче стало, и я поняла, почему вот эта вот иконка в верхнем левом углу, это здание игры, да, кстати, вот разделили карточку, чтобы не путаться, а это под левую руку, очень удобно на самом деле, сначала путалось, а потом поняла, что просто я держу планшет, и вот так тык, и пони, вот, такие дела, и пока это вроде все, что я вам хотела рассказать про обновление, это, соответственно, код на камне, вот эти вот призы за сюжетку, за уже пройденную, вот, ну и все остальное, там тропинки и так далее, интерфейс, да-да-да-да, тогда мы ждем нашего следующего этапа, когда мы придумаем трюки для тирека, и я запишу тогда ролик, возможно, завтра будет он, не знаю, посмотрим, я постараюсь записать момент победы над тиреком в формате видео, а не скриншотов, если получится, не получится, значит, сделаю просто скриншот, вставлю, вот, и тогда посмотрим, что там после тирека у нас, еще может быть, какие преграды у наших храбрых воинов станут еще на пути, вот, и я надеюсь, конечно, что у всех уже на андроид обновление вышло, и вы тоже можете поиграть, тогда до встречи в следующих видео, надеюсь, это было вам интересно и полезно, с вами была Тома, пока! Субтитры создавал DimaTorzok